Опа, а вот и я. Что ж, всем привет-привет, и сегодня я вам расскажу, что такое гейдлайны, с чем это идят. В общем, синк. От английского кран. Тонуть. Я по-хорошему должен был это ноте переснимать, начать-то я не буду. Что ж такое синк? Это синхронизация того, что происходит у вас на экране, с тем, что вы слышите своими ушами в музыке. То есть это просто синхронизация вашего левела с сонгом, если выражаться максимально простым языком. Но как же сделать идеальный синк? В ГД никак. Многие ошибочно полагают, типа я со спидхаком делаю эти гейдлайны, там сижу, выцепляю. Нет, эти гейдлайны, по которым я строю, делаются не со спидхаком, потому что, как ни крути, даже на 0.1, во-первых, это было бы капец долго. Во-вторых, ну, чё-таки у меня не идеальный слух далеко, чувство ритма у меня вроде есть, а вроде нет. Ну, вы сами понимаете то, что я не какой-то гений, который открыл бы эти гейдлайны, и я их позаимствовал у одного очень известного гэппэшера, которого без его разрешения я, пожалуй, не буду упоминать. Как это работает? В музыке до хрена математики, все, кто ходили в начальной школе на сальфеджио, ну, или просто музыкой занимаются, или увлекаются, понимают это просто прекрасно. Всё это тактовое деление и так далее. То есть звуки, они рандомные, если что, в любимых ваших треках от Night Killer расставлены, они расставлены по определённому алгоритму, в определённой последовательности, и во всём есть закономерность. И, соответственно, в ГД нет ни единого инструмента, который позволял бы хоть как-то эту закономерность выследить, хоть как-то использовать всю математичность музыки для идеальной синхронизации. Но есть одна игра, в которой это всё есть. Эта игра, это, наверное, самая зашкварная игра, если вы в неё играете, то это нехорошо. Осу. В общем, в Осу есть всё в редакторе. Ну, потому что там просто ничего, кроме сонга, нет в редакторе. В общем, в доме есть всё просто необходимое в Level Editor, чтобы... То есть там это называется Map Editor. В Map Editor, чтобы полностью раскрыть потенциал любого сонга. То есть деление по тактам, отличный осовский спидхак на музыку, BPM и так далее. То есть, разумеется, всё это и позволяет в Осу делать карты с просто идеальной синхронизацией. Ну, один программист под ником Хакир, Хаукар, не знаю, как это произносится, просто взял и подумал, а почему бы не перенести из Осу, Маку, в гайдлайны ГД? Да, всё настолько просто было всё это время. Все эти гайдлайны, это просто кружочки из Осу, перенесённые в ГД. Вот так. Я вам сказал название, точнее, название не сказал, Синкотрон называется, вот, имя того, кто придумал Хакир, а дальше вы уже разбирайтесь сами. Если у вас есть мозги, то вы заслужили эту пробу, если искать информацию умеете, то наслаждайтесь. А если вы нуждаетесь в ссылке всегда, чтобы вам написали, вот ссылка, скачай, и будет тебе синк, то значит, видать, не сильно вы хотите его делать. В общем, моё мнение вы услышали, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok